Итоги единого дня голосования подвел глава городского округа. Выборы, признанные состоявшимися по предварительным данным, по всем избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия». Орехово-Зуево отметит свое 102-летие. Старт праздничным событиям дадут в пятницу 13 сентября. Пройдет спартакиада и торжественное открытие в Зимнем театре. В этот же день на главной сцене будет показан спектакль «Морозов». Любители велоспорта и истории города 18.00 мы ждем на площадке у школы искусств имени Якова Флиера, где будет дан старт велоквесту, который посвящен истории города Орехово-Зуево. Регистрация команд уже открыта. Зарегистрироваться можно в группе молодежного клуба ВКонтакте. С 19.00 детская школа искусств имени Якова Флиера ждет всех на праздничную концертную программу «А у нас во дворе», где в 20.00 стартует еще и велопробег по улицам города «Велоночь». Шествие трудовых коллективов начнется второй день праздника. В это же время откроются сразу два фестиваля «Пир на Клязьме» и «Вар варенье». Запланирована многочасовая программа двухдневных кулинарных мастер-классов. У Капитолия впервые состоятся гонки на самодельных аппаратах «Озра и Скап». В 18.00 начнется концертная программа на Октябрьской площади. В 8 вечера выступит кавер-группа «Ай Лайк». Хедлайнером вечера станет группа «Квест Пистол Шоу». 15 сентября «Аквилона» пройдет фестиваль автозвука и тюнинга. На Октябрьской площади стартует открытый кубок Орехового Зуева по многоборью. В Зимнем театре выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Начало концерта в 18.00. Заместитель главы администрации отметил, что во время празднования Дня гордость затяжного перекрытия улиц не планируется. Ограничение движения произойдет вечером 13 сентября на время велопробега. В течение празднования возможны временные остановки транспорта на 10-15 минут. В еженедельном содержании городских территорий уборка тротуаров в проезжей части продолжается ямочный ремонт, а также восстановление дорожного покрытия во дворах и на улицах города. На пешеходном переходе у торгового центра «Аквилон» установят светофоры с вызовными кнопками. Глава дал поручение заместителю взять работы на контроль. Пожар на улице Карасова задел здание сезонной котельной. Она осуществляла теплоснабжение трех домов. Принято решение, что восстанавливать ее нецелесообразно. Планируется переключить здание к построенной вновь ЦТП. По программе губернатора продолжается ремонт подъездов. 200 объектов были готовы на прошлой неделе. На этой планируется сдать еще 150 подъездов. Торжественный момент оперативного совещания – вручение ключей от новых квартир детям-сиротам, достигшим совершеннолетия. Также благодарственным письмом администрации в связи с юбилеем была награждена главный врач филиала номер 2 Орехово-Зуйской центральной городской больницы Наталья Егорова.